В Западно-Казахстанской области проходит комплексная аттестация административных госслужащих корпуса Б. В ней примут участие около трех тысяч служащих. На сегодня треть из них уже прошла тестирование. Подробнее об этом расскажет Бутагос Базарбаева. Выпускник Национального университета имени Гумилева Нуркен Хамбетов пришел на госслужбу шесть лет назад. Начинал с должности ведущего специалиста. Сегодня он возглавляет отдел регистрации юридических лиц в департаменте юстиции. Недавно Нуркен успешно прошел аттестацию. Государственные служащие обязаны работать во благо народа и страны. Мы понимаем, что это огромная ответственность. Поэтому важно постоянно повышать квалификацию, знания. А аттестация дает рекомендации, в каком направлении надо еще работать над собой. Аттестация выявляет эффективность и потенциал госслужащего. Оценку проводит автоматизированная программа. При нынешней аттестации, при прохождении тестирования, государственные служащие не проходят тестирование на знания законодательства, то есть на выявление каких-то теоретических знаний. Тестирование проводится на выявление компетенций, то есть тех знаний, навыков и умений, наличия и применения которых приводит к результативной работе. Оценка проводится по 11 компетенциям, и эти 11 компетенции, они сгруппированы в 4 блока. Это эффективность, служение народу, прозрачность и отчетность, и личные качества, личные характеристики госслужащих. В заключении по оценке будут указаны, будут отражены сильные стороны государственного служащего и области для развития. Комплексную аттестацию должны пройти 3200 из 4000 госслужащих региона. Специалисты отмечают, что это один из методов укрепления принципа меритократии. Продвижение наиболее способных и достойных – ключевое направление модернизации государственного управления. Подогоз Базарбаева, Балачар Лгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24.